Хорошо жить при Путине – это некое преувеличение. Путин просто неправильно воевал. Мы будем воевать правильно. Это реальный вариант. Россия вошла в фазу тоталитарной диктатуры. Она к этому шла с момента прихода Путина к власти. Вы все-таки оптимист. Что значит, играть ядерным оружием и угрозой ядерного оружия – это что такое? Это невозможно. А будет ли наказание? Коллапс может быть очень страшным. Привезти к гражданской войне, к междоусобице, выходу на первый план господ типа Пригожина и других. Место путинского режима в истории какое? Суицидальное. Почему российскую демократию строят-строят, но никак не могут построить? Способна ли миграция? Повлиять на происходящее сегодня в России? И может ли Евгений Пригожин сменить Владимира Путина в Кремле? Об этом и не только об этом. Программа «В тренде» беседовала с российским историком, академиком Юрием Пивоваровым, который сегодня живет и работает здесь, в Берлине. Юрий Пивоваров, добро пожаловать в программу «В тренде» на Deutsche Welle. Добрый день, здрасте. Спасибо, что позвали. Юрий Сергеевич, вот скажите, с вашей точки зрения, как историка, вот эта война, какую точку она представляет в российской истории? Насколько она важна и почему? Ну, она важна, безусловно, как любая война. Но это одна из самых позорных страниц русской или российской, как угодно, истории за многие столетия. Совершенно серьезно я это говорю. Это гораздо более позорная даже, чем финская кампания 1939-1940 года, когда СССР напал на Финляндию. Это более позорная страна, чем Афганистан, поскольку меньше все-таки влияние на, я не знаю, мир, на бывший СССР. Та война, так сказать, производила. Это, в общем, это очень серьезно. И я думаю, что когда-нибудь, когда будут писать историю 21 века, скажем, первая треть 21 века, а мы уже глубоко в этой первой трети находимся, будет называться примерно так, преступление и наказание. А будет ли наказание? Не сомневаюсь, конечно, разумеется. В какой форме она будет, мы не знаем. Конечно, не может быть там повтора Нюрнберга. Для этого надо, чтобы Россия была оккупирована, там была подписана капитуляция, но это невозможно, я думаю, этого не будет, но в какой-то форме наказание. Так она уже есть, уже есть. Посмотрите, мир отворачивается от России, во многом отвернулся. Я имею в виду нормальный западный мир, околозападный мир, европейский, американский и прочее. И я думаю, что будет наказание тем людям, которые непосредственно развязывали войну. То есть что-то все-таки типа трибунал? Да, вполне возможно, это будет как-то заочно и будет выглядеть символично. И, в общем, те персонажи, которых будут судить, могут посмеиваться над этим. Но, во всяком случае, их имена в истории уже определены. Это злодеи. Злодеи и для украинского народа, и для российского народа, и для народов Европы и всего мира. Вы знаете, что значит играть ядерным оружием и угрозой ядерного оружия? Это что такое? Это невозможно. Но это давно, к этому давно шло. Я еще, когда был в Москве, я неоднократно слышал по телевизору, как разные известные персонажи, влиятельные персонажи, говорили о том, что, ну, если через Северный полюс нам не удастся, ядерный оружие нанести, нанесем через Южный. Говорили, улыбаюсь, это люди. Почему это не военные люди, это гражданские, как мы с вами. Получается так, что, ну, по крайней мере, в течение 20 века все попытки России, ну, как-то расставить какие-то моральные точки над «и» в своем прошлом оканчивались неудачей. Да, условно говоря, после 17-го года, да, произошла тотальная смена режима, так сказать, все, потом одни зачистили других, потом 53-й год, там, умер Сталин, быстро расстреляли Берию, пришли все те же самые, которые подписывали расстрельные списки. Перестройка и начало Ельцинской эпохи вроде бы дали надежду на осознание советского периода. Все это сегодня смыто полностью волной. Почему, почему россияне, русский народ не может посмотреть, как мне кажется, в лицо позорным страницам своей истории? Я думаю, что может. Может быть, недостаточно интенсивно, но может. Например, 20-й съезд в 56-м году, 20-й съезд КПСС. Это все-таки саморазоблачение. Не союзники, как это было в Нюрнберге в 45-м, 46-м годах, а сами. Пусть это было ограничено культом личности Сталина, нарушение социалистической законности и вообще такое впечатление, что пострадали только видные коммунисты. Нет. И тем не менее, это оглушительно. Я еще тогда был совсем ребенком, но знаю воспоминания людей и устные, и письменные, как они это воспринимали. Людей известных, умных, так сказать, вполне либерально-европейски ориентированных. Что касается перестройки, то тоже было много сделано и после перестройки в 90-е годы по вот этому самопознанию и работы над ошибками, но не до конца. А куда это все исчезло? Вы понимаете, какая вещь, что на всякое действие есть противодействие. И как победила демократия в Германии? Союзникам очень быстро удалось, ну что ли, помочь Германии залечить раны, хотя не все, некоторые она даже сегодня ничего не залечила. И резко поднялся уровень жизни. Уже через 10 лет после войны немцы жили хорошо. Одна из таких благополучных стран Европы в экономическом смысле, в смысле благосостояния. И демократия у них идентифицировалась вот с этим благосостоянием. Очень серьезно работали. Союзники на этот раз очень серьезно. Но в России, как вы правильно сказали, не будет союзников, которые... Русские люди самим это делают, правильно? Ну, их не будет в качестве танков и каких-то там полицейских, но они могут быть своим влиянием, своим опытом. Как всегда, ведь российская культура есть часть западной цивилизации и западной культуры. Культура, государство не всегда. Но все равно без... Каждый, как говорил Федор Михайлович Достоевский, русский тем более русский, чем он более европеец. То есть, чтобы стать настоящим русским, надо стать европейцем. Он говорил, далеко не западник Достоевский, а скорее такой почвенник, да, такого славяно-фильмского направления. Тем не менее. Ну, хорошо. Вот возвращаясь к теме того, почему все эти разоблачения советского режима, разоблачения насилия, ужасов, которые происходили там в 80-е, в 90-е годы, почему это все ушло в песок? Потому что, понимаете, очень легко, наверное, сказать, вы знаете, жизнь такая тяжелая была в 90-х годах, поэтому люди ассоциировали демократию со всем плохим, и поэтому они вот этот урок не выучили. Ну, получается, что мы же сводим, получается, тогда российского человека до уровня экономического животного, который стал хорошо жить при Путине, поэтому полюбил кнут. Так? Нет? Ну, я думаю, что хорошо жить при Путине – это некое преувеличение. Ну, лучше жить при Путине. Вы как жили в 90-е годы? Я говорю, ну, как жил, так и жил. А вот мы только одну картошку ели, больше ничего позволить не можем. А теперь вот родители купили мне квартиру, автомобиль, ну, и так далее. И жизнь стала действительно лучше, жизнь стала веселее. Веселее, как сказал Путин Сталин, да. Да. А что касается, там, свободы слова, демократии, ну, это ведь действительно мало кого касается. То есть классическое определение демократии в классической современной политической науке – это конкуренция и сотрудничество элит, элитных групп, и не более того. То есть вот весь этот остальной народ, как считали раньше, там, в конце 18-го, в 19-м и в первой половине 20-го века, он лишь, так сказать, ну, такой зрительный. Подчиниться кому надо, да. Ну, в общем, да. Да, ну, в общем, да. Но сейчас-то это изменилось? Или в России это по-прежнему демократия, это будет для элит? Я думаю, что это уже и изменилось, и изменится. Моя позиция такая, или Россия вообще диссоциируется в мировой истории, непонятно на какие составные части, либо она будет либерально-демократической, станет органической частью Запада, оригинальной частью Запада, отличающейся, конечно, Россия будет отличаться от Норвегии, там, или Дании, но это будет часть, как была Российская империя. Ох, сейчас вам прилетит от аудитории, которая скажет, Российская империя – это органическая часть русской истории, такая же авторитарная, такая же ужасная, никакой на европейской не была, Советский Союз, ее продолжение. А вы говорите, что это европейская государство. Я вообще считаю, что период, ну, с середины 19 века, ну, условно говоря, начало реформ Александра Второго, отмена крепостного права и так далее, до 17-го года – это золотой век России. В социальном отношении, в культурном, в экономическом, в художественном, рост благосостояния, расширение демократии и свобод, появление новых оригинальных форм, там, экономического творчества. Очень многое, и Россия – часть коалиции демократических государств, как в Первой, так и в Второй мировой войне. Путинский режим, вот если поставить его как-то вот в эту ретроспективу российской истории, место путинского режима в истории какое? Суицидальное. Это самоубийственная политика, самоубийственная позиция в мире. В общем, все это, ну, настолько ужасно, настолько, это неизбежно было, но закономерно, настолько это реализация худших потенциалов, которые есть в русской цивилизации, в русской культуре, в русской истории и прочее. И русская история совсем не всегда была такой сверхавторитарной. Вот этот вот период конца 19-го века по 17-й год, а потом гражданская война, где белые в основном сражались за демократию, за конституционные правовые государства, за учредительные собрания, за, так сказать, плюральную политическую систему и рыночную экономику. Они сражались за новую модерную Россию. В основном там были негодяи, тоже чернослотинцы, но их было меньшинство. Но ведь самоубийство, вот вы даже упомянули возможность распада России, самоубийство предполагает уничтожение. Вы считаете, что Путин ведет дело, его политику, точнее, ведет дело к распаду России? — Способствует этому. Я отношусь к той категории людей, которая не хочет распада России. Не потому, что мне важно количество, наверное, там, квадратных километров. Ну, не хочу. Полагаю, что еще хуже будет, если Россия распадется на какие-то удельные княжества. Иначе глубокая федерализация, да, глубокая федералистская программа и реформа, да, безусловно. Но не распад. Распад еще хуже. При наличии ядерного оружия. Понимаете, вот мы говорим о месте путинской России, такой в цепочке, многостолетней, русской, российской истории, ни у кого не было ядерного оружия. И во время Второй мировой войны у, значит, этого фюрера не было ядерного оружия. А если бы оно было, я не знаю, чем бы все закончилось. — То есть уникальность Путина — это не в том, что он, там, авторитарий, авторитарийные режимы были раньше, а в том, что авторитарийный режим с ядерным оружием, с которым сделать ничего нельзя, правильно? — Ну, в общем, это гарантия его жизни, его личной жизни даже. Потому что, а что, многие люди предлагают прислать в Россию после войны специалистов, которые будут наблюдать за вот этой денук для реализации России. Но как это может быть, я не знаю. — Ну, наверное, только при условии оккупации или такого правительства, который надо согласиться. — А вот эта вот тупиковая ситуация, что такое поражение России вообще? Это выход, возвращение Украины к границе 1991 года? Ну, предположим, предположим. Ну и что? Что после этого в Москве изменится политический курс? Я не думаю, что это произойдет. Что Россия потеряет возможность какими-нибудь там ракетами атаковать Украину и постоянно держать в напряжении весь мир. Поэтому я не знаю, что значит поражение России, победа Украины. — Ну, многие считают, что поражение России, да, это возвращение ее к границам 1991 года. Соответственно, потери всех захватов, захваченных территорий в Украине. Возможно, также уход из Молдовы, Абхазии, Южной Осетии. И вот как было после Беловежской пуще, так и будет. Вот это поражение. Многие считают, что это породит коллапс путинского режима. Ну, опять же, сам коллапс может быть очень страшным. Привезти к гражданской войне, к междоусобице, к выходу на первый план господ типа Пригожина и других. — Гражданская война в стране, где медианный возраст, 42, по-моему, года, она может быть? Хватит ли относительно молодых людей, чтобы в ней участвовать? — Хватит, хватит. На дурное дело хватит. И если посмотреть на фотографии людей, которые в Берлине приветствуют фюрера, который стал канцлером в 1933 году, дарован он 90 лет назад, там не только молодые лица. Как и с другой стороны, коммунистические отряды, тоже штурмовые, Ротфрут, Кэмфербунд, если посмотреть на фотографии или документальное кино, там не только юноши, там и 40-летние дядьки, 50-летние и так далее. — Но для гражданской войны должен быть повод. Путин проиграет войну, и придут люди, типа, условного Пригожиного, с маленькой буквы, которые скажут, Путин просто неправильно воевал, мы будем воевать правильно. Это реальный вариант? — Я думаю, что один из реальных вариантов. А вот это вот то, что говорят, придет Пригожин, что еще страшнее, чем Путин. Я с детства помню, нам все время говорили, что вот Брежнев не ястреб, а там есть ястреби в политбюро. Поэтому не надо на него, пусть он пока сидит, а то ястреби придут еще хуже, чем он. — Сегодня часто привычные темы, может быть, разговоров о том, что российский народ, я очень словно скажу, обладает какими-то неизлечимыми авторитарными тенденциями, что всегда ему нужен будет диктатор, что вот русские не способны что-то такое демократическое создать. — Это глубокая неправда. Россия действительно первая в истории человечества построила тоталитарную систему. Первая. После 1917 года, как мы знаем. Но она и первая вышла из тоталитарного. Сама себя освободила. Не было бы никакого объединения Германии, не было бы свободной Польши или Литвы, или там, я не знаю, Эстонии и Румынии, если бы не было вот этой вот самоосвобождения, самоэмансипации тогда Советского Союза. Это очень сложное, противоречивое действо, процесс, но это произошло. И я, например, был абсолютно горд, что я русский вот в 20-х числах августа 1991 года. — Ну, я тоже был счастлив, когда в январе 1991 года вышел на Манежную площадь, тогда не застроен, увидел там 400 тысяч человек, которые вышли выступать, протестовать за свободу Литвы. Но вам скажут, те же самые литовцы или Украины скажут, ну, просто империя подошла к своему физическому концу, потому что ресурсов больше не было. Это не было самоосвобождение российского народа, это было просто, ну, ресурсы кончились, кассы кончились. — Нет, не кончились, нет, не кончились. И я не только эмоционально это говорю, я кое-что читал по этому поводу, услышал умных людей. Более того, если бы не Горбачев, то так бы мы и жили, сейчас не знаю, но 10-15 лет назад мы бы и жили при каком-нибудь очередном генеральном секретаре. Может быть, в том же Горбачеве, если бы он был не Горбачев, а человек с другим характером. — Что сегодня, по-вашему, может вдохновить население России изменить жизнь и политическую систему? — Ну, я думаю, что активная его часть и часть, настроенная на какие-то там демократические ориентиры, а не там, которые читают постоянно газету «Завтра», то вот эта часть, она и так, так сказать, вдохновлена какими-то целями. Только как их реализовать? Эти цели — это нормальное общество, это общество без страха, понимаете? Это общество, где действительно, я говорю сейчас трюизмом, это факт, где есть суд нормальный, человеческий, где все эти госбезопасности поставлены в рамки. Кстати, это одна из причин ренессанса такого вот авторитарного. Я бы даже сказал, что речь идет уже о тоталитарной ситуации, а не авторитарной. — А в России сейчас, вы считаете, уже… — Я считаю, что Россия вошла в фазу тоталитарной диктатуры. Она к этому шла с момента прихода Путина к власти. Потому что в том же 2000 году повесили на стены, на Лубянку КГБ опять Андропова, и началась так она, значит, НТВ. И тогда же сразу же началась борьба с историей. Переписывать историю какие-то, учебники истории. То есть вот эта вот идеологическая подготовка к войне, она уже тогда пошла. Она не была видна так, в общем. В общем, многие ее проглядели, я, например. Ну, я считал, что это такие арьергардные бои каких-то там, я не знаю. А вот оказывается, что нет. — А для Путина история важна как инструмент идеологического обеспечения существования режима просто. — И легитимности режима. — Да. А вот для него это лично, ведь важно тоже, правильно? Он себя видит как-то особо в истории, правильно? — Ну, я думаю, что да. Он себя видит таким собирателем русских земель. То, что он восстановил, как говорят журналисты в Москве, международную субъектность России, ну и так далее. Что нас стали уважать, что мы перестали, так сказать, быть в арьергарде западного развития. В общем, что мы, например, всю правду сказали этой гей-европе, так сказать. — Но ведь вот вокруг него есть там какой-то круг людей, как он был вокруг практически всех российских лидеров. Вот эти люди способны что-то изменить, способны они пойти против него? — Насколько возможен некий переворот изнутри? — Ну, вы знаете, я настолько далек от его окружения, и географически, и, так сказать, интеллектуально всячески иначе, но ничего исключать не надо. Ничего исключать не надо. Возможно, действительно какой-то внутриэлитный конфликт, и внутри окружения Путина. И, конечно, там есть разные группировки, более радикальные, более авторитарные, менее и так далее. Есть, конечно, такие люди, которые считают, что мы должны делать до конца, держать ситуацию, как, видимо, представитель Центробанка и министр финансов, что, да, тяжелая ситуация, мы не хотим ее, и она нам не нравится, но надо спасать людей, надо спасать экономику и прочее. Разные есть люди, всякое может быть, конечно. Но будет ли это, никто вам не скажет. Самый проницательный политолог, самый информированный там человек, который там какую-то инсайдерскую информацию имеет, инсайдеровскую информацию имеет, все равно сказать не может. Поскольку история, процесс открытый. А мы живем в истории. Вот мы сейчас, нам кажется, что вот мы сегодня, а мы находимся в истории, в таком бурном историческом процессе, но который не имеет законов, как законы физики или природы. И человек обладает свободой воли. Вот бог, там, природа, я не знаю, что, эволюция, дали нам эту свободу волю. И мы должны выбирать, добро или зло, демократию или авторитаризм. Я понимаю, что история открытый процесс. Я понимаю, что эмиграция сегодняшняя из России, это не та, которая была, там, условно, в 2017-м, да и условия другие, или там, в 20-м. Но, тем не менее, вот, по-вашему, что, может ли эмиграция еще повлиять на ситуацию в России, если да, то как? Ну, я вам должен сказать, что в России эмиграция существует как минимум 180 лет. Вот с этих Герценов, Огаревых и так далее. Как минимум с очень, это может быть даже чуть раньше. То есть почти два столетия. И каждый раз в России находятся люди, которые по тем или иным причинам не умещаются вот в этом, не только географическом, но и в политическом, социальном пространстве. Они эмигрируют, они получают свободу, они теряют, так сказать, родину, и сходят с ума от, так сказать, отсутствия этой Родины, вот, и то, что они не дома. Но они, их вклад в такую интеллектуальную, в политическую сокровищницу России невероятен. Ленин там устраивал всякие школы для будущих наркомов, там вот эта известная его школа в Париже, в Лонжемо была, школа там на Капре у Горького и так далее. То есть готовили кадры для будущей революции, для будущего управления. Эмиграция после 20-го года, вот это вот самое главное, классическое, Бунин, Гердяев, Федотов и так далее. Это была просто другая история России, продолжение той истории, в которой жила Россия. Ведь Россия перестала быть самодержавной еще в пятом году, манифест о свободе и так далее. Россия был двухпалатный парламент, ну и так далее, политические партии, профсоюзы. Не было цензуры, веротерпимость, не справились с ними национальными вопросами до конца, но работали над ними. Это украинский вопрос, здесь Россия оказалась слаба, и еврейский вопрос. Здесь прогресс был больше, поскольку и проблема чертой оседлости ушла, и, так сказать, ну в общем. Ну вот, возвращаясь к теме миграции, нынешняя миграция, в условиях, когда, с одной стороны, вроде как мир прозрачен, ну, социальные сети, практически мгновенная информация, с другой стороны, этой информации очень много, может ли, что сегодняшняя миграция может сделать для того, чтобы повлиять на ситуацию в России? Или не может ничего? Очень внимательно следить за тем, что происходит в России, а динамика, в общем, не застойная, там все время какие-то изменения происходят, за этим надо очень серьезно наблюдать. А дальше разрабатывать какие-то модели, при условии, если Россия будет возвращаться в демократическом своему периоду, что делать, что конкретно делать? А также пытаться объяснить на Западе позицию демократических сил и то, что происходит в России, ну, а кто как не русский? О вине и об ответственности. Как российской, ну, российских образованных классов, российской элиты, назовите как хотите, да, российского народа перед Украиной? А это решаемый вопрос? Не знаю, это вообще несмываемая трагедия и должно пройти там, я не знаю, сколько поколений, но это не будет забыто никогда, никогда. Особенно, когда это шло под музыку, что мы один народ или мы братский народ. Ну, что же это такое? Ну, это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Вот, я думаю, что навсегда, ну, навсегда в том смысле, что на какой-то обозримый период тема «Россия, Украина будет больной». Украина переживает такой шекспировский период, становление большой, сильной, влиятельной, самостоятельной европейской нации, восточноевропейской, еще одной, так сказать, расширяются границы Европы. И эта война сделала их, конечно, ну, что ли, нацией, которая может собой гордиться, нацией, которая может что-то представить миру и которая доказала миру. И стойкость, и мужество, и мудрость свою. Понимаете, вот... Получается, что история как бы вдруг внезапно опрокидывается из прошлого в сегодняшний день, так? Так всегда бывает. Россия знала разные эпохи, разные институты, что там первого царя избрали в конце 16 века Бориса Годунова, что уже в начале 17 века царь Василий Шуйский, Боярский царь его аристократии Годунова, ограничил самодержавие очень резко, и прочее, прочее, прочее. Вот. Что российская судебная система перед революцией 17-го года была одной из самых совершенных в мире. Уровень коррупции и бюрократии был нижайший совершенно. Чтобы стать офицером жандармским или полицейским, надо было иметь университетское образование. А это предполагает изучение многих важных гуманитарных наук, что делает жандарма уже другим человеком. Вы все-таки оптимист. А? Вы все-таки оптимист, Юрий Сергеевич. Ну, я не знаю. Понимаете, какая вещь. Я настолько, так сказать, что ли облучен русской культурой, что соглашаться на то, что мы какие-то там, я не знаю, тоталитаристы, авторитаристы. Нет. Нет. Есть. С этим надо бороться. В себе бороться. Вообще бороться социально. Но Россия есть европейская держава. И Европа после мировых войн, после всяких религиозных войн, все-таки находит периоды такого вот, я бы сказал, равновесного существования. Не идеального. Этого ждать не надо. Юрий Певаров, большое спасибо за беседу. Спасибо, Александр. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok